Это признание через отношения, которые мы строим совместно. Когда я взаимодействую с другим, то отношения у нас живые. Я испытываю чувства в отношениях со своей точки зрения. Другой испытывает свои чувства. А также есть еще отношения, которые мы строим совместно. Мой опыт отношений, это исключительно мой опыт. У него другой опыт. Но есть также некое общее пространство, которое относится и ко мне, и к нему. Возможно, только третий аспект и удается познать. Третье измерение дает понять, что происходит в отношениях. Но и однако это пространство между третьей измерения, оно нестабильно и находится в постоянном изменении. Ну, возможно, что такое размышление о способах признания тоже как-то прольет свет на тему хвостовства и способов взаимодействия в таких ситуациях, очень-то прерывание контакта. Что же еще может быть за хвостовством? Власть над другим или жажда признания? Что же все-таки? Я спрашивала разных людей и как один из вариантов отношения хвостовства человек мне сказал, что это лидерство, желание подчинения. Ну, когда, например, нужно подчинить коллектив и продвинуть свои идеи и показать свои лучшие качества. И это действительно так. И это его феноменология, он так думает. И это проживается так и видится им так. Но можно сказать и по-другому, есть и другой, может быть, взгляд. Возможно, здесь за лидерством, есть и за стремлением к власти над другим. Глубоко спряталась потребность, та же самая, в признании. Еще один человек, руководитель, любит повторять, если не можешь победить бардак, например, на работе, возглавь. Вроде бы здесь и про власть, и про то, чтобы тебя уважали люди, которыми ты руководишь, и чтобы совершалась продуктивная деятельность. Еще можно поговорить о том, как связано хвастовство с обретением идентичности. Вспомним такое явление, общеизвестное, как базар, рынок. В старину говорили, пойду на людей посмотреть, себя показать. И здесь получается, что хвастовство – это как будто бы и способ поделиться информацией, еще чем-то, продуктом каким-то, открыть новые возможности, новое видение чего-то. А также это и желание обмена, получить от других информацию, другие продукты, новые возможности и новое видение чего-то. Эссе «Очерг о даре» Марселя Мосса, это французский социолог, легло в основу социальных теорий взаимовыгодного обмена и экономики дарения. Он приводит подробное описание практик взаимного обмена подарками, характерных для архаичных народов, а затем выделяет те характеристики, которые, несмотря на некоторые расхождения, все же присущи каждой из этих практик. Из разрозненных доказательств он выстраивает модель человеческого общества, основанную на коррективной, противоположной индивидуальной практике обмена. Такой обмен направлен на создание социальной солидарности. Дар – это нечто, что помогает людям одной общины признавать друг друга. Изначально система взаимного обмена строилась вокруг обязательств дать, получить и, что самое главное, переполучить какое-либо материальное благо. Таким образом можно рассматривать феномен хвостовства и… Я уже про обмен сказала, и как обмен между людьми. Таким образом, вот я уже тут много говорила, что можно рассматривать хвостовство и как исторически сложившееся явление, и как феномен, который в обществе существует, и это такой, всегда имеется эмоциональный отклик, и как-то общество и сам человек пытается с этим явлением обойтись. И о том, что это феномен, который происходит на границе контакта, и о том, что хвостовство существует именно в отношениях, и что это и потребность признания, что это желание может быть власти, а также и обретение идентичности, и признание другими людьми, опять же. И хвостовство как обмен с людьми, с миром. А сейчас хотелось бы поговорить о том, как хвостовство детское и хвостовство взрослого, имеете оно отличие. Что же происходит у детей, и как это связано со взрослой нашей жизнью, с взрослым поведением. Феномен хвостовства у детей появляется позже, чем формируются паттерны, связанные со стыдом и виной. Мышление ребенка проходит три стадии. Я эти стадии по Жанну Пиаже расскажу. Аутистическое мышление от 0 до 3 лет, эгоцентрическое от 2-3 до 7 лет и социализированное мышление от 7 до 11-12 лет. Аутистическое мышление – это детские фантазии, грезы, образы. Оно врожденно, подчинено принципу удовольствия, бессознательно, не направлено на внешний мир, не приспосабливается под внешние условия. Как известно, ребенок, особенно в самом начале жизни, проживает некое нарциссическое всемогущество. Он воспринимает мать как инструмент доминирования над реальностью. Ребенок хочет есть, мать распознает потребность в себе и дает ему. Таким образом ребенок ощущает, чувствует себя. Мать успокаивает, дает чувство безопасности. То же самое чувствует мать, так как ей удалось распознать потребности ребенка. Но самое адекватное и красивое признание, а это признание матерью ребенка, а ребенок признает мать, один признает другого, оно разно или поздно все равно прерывается. Любые отношения признания должны быть разорваны, и они будут разорваны, потому что появляются другие потребности, другие эмоции, другие восприятия. Соответственно, возникает что-то новое, что нужно признать. Мать старается понять, что же произошло, что она не заметила, недопоняла. Пробует еще раз признать реальность, что ребенок это отдельное существо, отдельный человек. И ребенок тоже приложит усилия для восстановления отношений с матерью. Если отношения с матерью прерываются, то такой фрустрирующий опыт помогает ребенку выйти из своего нарктистического бреда. Таким образом, признание и ощущение отдельности в владельческом возрасте, возможность регенерировать разорванные отношения, это важная предпосылка и вообще для развития ребенка. А также тренировка будущей возможности утраты контакта и возможности его восстановления во взрослом возрасте. И также, когда ребенок станет постарше и уже научится хвастаться в том числе. Далее, хвастовство, если хвастовство у детей такое, задамся вопросом, у детей вот этой второй стадии, когда они эгоцентричны, у них эгоцентричное мышление. Все же хвастовства как диалогового явления в этом возрасте еще нет. Эгоцентричное мышление связано с отношениями принуждения. Ребенок начинает соотносить принципы удовольствия и реальности. Пиаже описывает эгоцентризм как познавательную позицию ребенка в отношении окружающего мира, когда явления и объекты рассматриваются только по отношению к себе. Ребенок, находящийся на стадии эгоцентризма, не способен координировать различные точки зрения на предмет. Так называемое хвастовство ребенка, обусловленное его эгоцентризмом, а также развитием мозга в физиологии, оно наивно. Хвастовство как диалоговое явление еще не существует, и Пиаже считал, что стадии развития мышления отражаются через нарастание коэффициента эгоцентрической речи. Эгоцентрическая речь не выполняет коммуникативные функции. Для ребенка важен лишь интерес со стороны собеседника, но он не пытается встать на сторону собеседника. От 3 до 5 лет коэффициент эгоцентрической речи нарастает, а далее происходит его снижение примерно до 12 лет. На этой стадии важно взрослому замечать эмоции, потребности и мотивы ребенка, признавать его заново с появлением чего-то нового у него. И далее хвастовство, появление, наконец, хвастовства у детей. Вот в 17-12 лет происходит вытеснение эгоцентризма из сферы восприятия. Мышление становится социализированным, и оно становится подчинено принципу реальности, сформируется прижизненно, направлено на познание и преобразование внешнего мира, выражено в речи. Вот на этой стадии мы можем говорить о появлении хвастовства у ребенка как потребности в признании со стороны других людей. Еще хотелось бы сказать, прежде чем прийти о том, как еще, то есть про хвастовство взрослых, да, и отличие вот это вот, то, что у детей все-таки оно не сразу появляется, да, но подстырно потом сохраняется все же и во взрослом возрасте. Подумать про хвастовство как конфликт, латентный конфликт или открытый конфликт. Гештальтерапевты подчеркивают и обращают внимание на то, как вина и стыд подпитывают конфликт. И вот хотелось бы поговорить еще про эти чувства. Стыд связан с нашими возможностями, ограничениями, самоуважением, поведение хвастовства у собеседника как будто бы подчеркивает наши границы. Мы стыдимся, ну, допустим, мы недостаточно красивые, у нас недостаточно красивое тело, у нас не очень большие доходы, как нам кажется. Может быть, нет научного звания, может быть, стыдимся, что нет достаточного количества профессиональных достижений и так далее. И может открываться детская рана самоуважения, варианты чувств, переживаемые собеседником, неприятие себя, стыд, вина, страх несоответствия, отверженность. Что-то из нашего прошлого накладывается на настоящее. Тоже можно порассуждать про вину. Вина связана с отношениями с самим собой. Я приписываю себе ограничения, которые идут из прошлого. Если другое демонстрирует свое тренированное тело, то я виноват, что у меня не такое. Ну, наверное, это чувство знакомо и тем, кто уходит в тренажерный зал и видел там красивых накачанных людей, которые так бравируют своей телесностью, как-то особо уверенно себя ведут. Стыд и вина отбрасывают из контакта к прошлым травмам. Появляется раненый ребенок в фоне. Зинкер и Невис в работе «Свиной стыдом» с парами предлагали основу работы – дефигурацию, где фокус работы смещается в фон. Любой конфликт рождается из личного, персонального, неразрешенного конфликта, который проецируется на партнера по общению. Конфликт между моей взрослой – хорошей частью и частью, которая касается раненого ребенка. Если его не любили, не уважали, не признавали, то тогда и я его не уважаю, не хочу признать. Когда затрагиваются мои раны, мне трудно восстановить связь с человеком. И я иду на поиск того, кто стал бы мне отцом или матерью. И я жду от партнера по общению, что он будет заботиться и лечить мои раны. Чем сильнее они признают свой конфликт, свое эмоциональное напряжение, тем труднее смириться с поведением другого. Также трудно признать раненого ребенка и в нем, в другом человеке. Возможно, через хвастовство мы обоюдно можем раниться. Может быть такая вещь, когда он хвастает, я ранюсь, но у нас продолжается коммуникация, и я хвастаю в ответ, когда он ранится, но это может быть довольно долгим событием. Но при этом мы остаемся вроде бы в отношениях, может быть даже в дружности. Следующее. Это про ребенка, который остается во взрослом. Способность признавать другого обусловлена и зависит от наличия аффективных травм. Часто мы реагируем так, как будто это собеседник наносит травму, а на самом деле это идет из прошлого. Раны забытые, травмы прошлого, темные части, остающиеся в тени, которые мы не хотим вынести на свет. Эмоциональная часть, в этом случае, отсоединяется в нас от рациональной, и поведение становится не взрослым, когнитивным таким, а эмоциональным детским поведением. В детстве мы брались, когда поссоримся, за мединцей говорили, мирись, мирись, больше не дерись, если будешь драться, я буду кусаться, а кусаться ни при чем, буду драться кирпичом. Такая вот поговорка у детей, которая помогала преодолеть конфликтность и остаться в отношениях, но при этом как-то обозначить свои границы и последствия, если в отношениях будет происходить такой-то разлад, и человек почувствует какую-то угрозу в себе. Самая важная часть человеческих отношений – прощение и сострадание. Пока не простим себя, свои ограничения, ранимость, ту часть, с которой стыдимся, мы не можем простить и другого человека, и, соответственно, и хвостовство его тоже не можем простить. И что же делать, как же быть? Вот Пьетро Кавалери говорит о том, что очень важно, во-первых, очень хорошо, что у нас есть вот этот дар признания, он приводит к гуманности и порождает человеческие отношения, позволяет нам в них оставаться. И зачастую даже, мы там знаем про своих знакомых, друзей, что они могут похвастать, но это не значит, что мы рушим эти отношения и не сохраняем их. То есть все равно возможны сохранения и восстановления контакта. Также человек обладает даром прощения. Для того, чтобы признать другого, нужно простить. То есть принять ранимость. И я уже говорила, что простить хорошо бы и себя, своего внутреннего ребенка, для того, чтобы заметить, что у партнера тоже он существует. Не может быть восстановления повторного признания, если только непосредственно признание сострадания, сострадательного принятия другого и его границ. Вот такие соображения у меня по поводу хвастовства. Я закончила свое выступление. Если есть какие-то вопросы, соображения на эту тему, может быть, свое какое-то видение, то можно сейчас тоже об этом поговорить. Оставшиеся пять минут. Я думаю, что каждый в своем опыте такое имел. Да, Наталья включила микрофон. Да, Елена, спасибо большое. Вы знаете, у меня, может быть, какой-то сложный вопрос. Но когда вы рассказывали, я вспомнила про такое интересное явление, про которое, может быть, вы знаете, такое из культурологии. Была такая штука, которая называлась потлачь. Это когда две общины союновались друг с другом. Ну, такой вот у них был большой акт большого праздника хвастовства, да, когда они угощали друг друга безудержно совершенно, а также могли на показ даже уничтожать какие-то ценности материальные. Кто больше уничтожит, кто круче, кто сильнее. Ну, то есть они как-то очень безудержно хвастались, поэтому готовы были остаться нищими, голыми и боссами, лишь бы в этом, ну, как бы сражении не проиграть. Вот такое интересное явление. И тут я, ну, как бы, я никогда не особенно не понимала его смысла такого глубокого, да, но что я услышала сейчас от вас, да, вот про это, это про то, что смысл, возможно, был в том, что две общины демонстрировали друг другу, что их нужно принимать всерьез, с ними надо считаться, и они могут коммуницировать, они могут в этом акте, они начинают как бы видеть друг друга, да, то есть признавать друг друга равными партнерами какими-то по культурному обмену. Вот что вы про это думаете? Вот когда вы говорили, у меня прям было какое-то восхищение вашими словами про то, что правда это очень интересно, и про то, что, ну, на самом деле, похоже, здесь такой, есть какой-то постоянный такой колеблющийся баланс в этом взаимодействии, вроде бы, с одной стороны, ну, очень угостить, и вроде бы тут же и угроза какая-то есть в этом, посмотрите, как я вас угощаю, ну, соревновательность такая, да. Да, попробуйте только меня так не угостить, еще круто. Так что знай наших, вот, да, если что, то мы вот тут можем, и в то же время уважение ведь какое-то к другому, они же это как бы когда они угощали, те тоже угощали, и, наверное, они испытывали не только чувства, они, может быть, где-то у них там в фоне и были эти чувства, да, там, ну, там, что опасения, может быть, какого-то, а, в общем-то, и приятности ведь, наверное, было много, такого вот расположения друг к другу, по-моему, все. Как вам кажется? Ну, я здесь считаю, что здесь, может быть, и у каждого свое мнение, да, то есть как будто бы постоянно вот происходит в этом пространстве между такое перетекание и такое смешение сразу нескольких явлений и чувств. Согласитесь, что на самом деле где-то, да, это имеет такую очень глубокую какую-то основу социально-психологическую функцию, это же сохраняется, да, хозяйки соревнуются друг перед другом, да, кто кого, в общем, лучше угостит, кто лучше накроет, да, то есть вот это вот, ну, как бы хвастовство, оно, с одной стороны, и регулируется, да, культурой, да, как-то слишком это непоилично и слишком мало это непоилично, а с другой стороны, это какая-то, ну, такая для самоутверждения специально созданная площадка, как бы. Я бы хотела еще продолжить, спасибо за такую идею, и хотела бы продолжить такое явление, которое тоже ведь действительно является такой ритуализированной формой хвастовства. Это практически, ну, во многих культурах, как частью культуры является танец, и одной из форм танца, наряду с хороводом и так далее, является такая форма, как перепляс. Это демонстративная, и это, в общем, битва. Но эта битва ритуализированная, соответственно, очень бескровная. И если говорить о развитии этого культурного феномена, то если речь идет о жизни деревни, то там действительно вот перепляс идет, и он имеет, как бы, и функцию, действительно, что выбирается не по тому, кто лучше пляшет, а не кто лучше там рубится, а не кто лучший воин, потому что, в принципе, под основу-то этого действительно из битвы переходит в танец, а как некое... На следующем этапе развития это конкуренция, например, между театрами, которая может иметь очень разные тоже формы. Здесь как бы деструктивная и конструктивная, действительно, чем привлечь зрителя. Привлекать будем обнаженкой или каким-то действительно новым языком. Ну и здесь действительно можно много спекулировать. Спасибо за такую как бы тему, да, потому что здесь такой переход именно как два вида искусства, которые... Это вот очень интересно, как в течение времени развитие как экспрессивная форма, как ритуальная, как, собственно говоря, священное действие. Перепляс в некотором смысле это вот эффективное, то, что называется у Шехтера, эффективными искусствами. Или искусство как развлечение. То есть эти два потока, они, ну, как вот, идут... Да, достигаются, расправляются, расходятся. Да, да, да. Они идут... Где-то превалируют в каком-то... На какой-то стадии развития общества превалирует один, а другой уходит в фон. А где-то более актуальным становится другой. Например, развлекательная функция сейчас как потребность, эффективное действие, эффективное искусство, которое восходит именно вот к тем, важным явлением, как вот этот вот перепляс. Мы будем драться или танцевать вместе? Мы не будем драться. Да, совершенно верно. И возможность вот этого хвостовства как ритуализированного, да, как вот действительно, ну, это вот к вопросу о том, что гонка вооружений или... или спор между театрами за... или Оскар, да, как вот какие-то такие... А определяется здесь жизненная энергия, да, и вот этот потенциал. Да, да, да. Время уже закончилось. Спасибо. Очень интересно. Я чувствую, что надо делать большой мастер-класс с переплясами. И целую программу. У Ставства очень интересный материал. Сейчас все возвращаются в зал. Заканчиваем запись. Заканчиваем запись.